Значит, мы все так интуитивно догадываемся, что неприятности только начинаются. Хотя за 12 недель мы грохнулись, я имею в виду, мы это весь мир, грохнулись по производству и по всему, особенно в сфере потребления, примерно как за год или за два при нормальном, при обычном кризисе. Но все-таки неожиданно весь мир начал обсуждать, что будет после. Из-за границы приходят какие-то сообщения. У нас в Москве клуб за клубом обсуждает, что будет потом. Разницы три, стилевые разницы. Что может быть потом, что хорошо было бы потом. Но, я бы сказал, большая часть людей не выдержит искусств, они просто говорят, что будет потом. Сегодня пришел Economic Intelligence Unit с рассказом, что будет потом. Ну, там, естественно, Китай всех этих самых задавит, там Европа отстепает, там, ну, в общем, там все как обычно. Но я считаю, что мы не очень понимаем, что происходит. Я попытаюсь, как и в прошлый раз, в контексте каких-то общих проблем все-таки покажать, как это на конкретном материале идет. Немножко по литературе, которая появилась. Что интересно, ну, есть заклад первый АМФ, он будет расширенный в мае, я думаю, они цифры, числа поменяют. Вот это то, что было 14 мая, откуда берутся все такие текущие МВФ-ские прогнозы. Потому что он был оптимистичный. И вторая, Риста Дэнерджи, обратите внимание, есть такой источник открытый. Вот. И кое-что из того, что я показываю сегодня, уже тоже из этой статьи. Поскольку она выйдет очень быстро, можно начинать, как бы использовать, это не пропадете. Вот. Несколько старых работ. И в конце, посмотрите, появилось очень хорошее издание «Мониторинг отраслевых финансовых потоков ЦБ». У меня будет пять слайдов оттуда. Просто по России, чтобы было интересно. И вышла небольшая статья. Клепка очень хорошая. Мне ее кто-то прислал, я ее, конечно, показываю. Теперь, о чем вообще обычно говорят, как говорят о финансах? Я пытался написать список. И понял, что, ну, понятно, что, когда мы читаем это в колледжах, в университетах, то практически каждая строчка здесь – это не один семестр и не один курс. Это в зависимости от комбинации направления работы университета или программы. Это все, как говорится, несколько курсов. Я коснусь разных вещей. Постараюсь понемножечку, ну, хоть как-то посмотреть, как этот кризис развивается, если мы можем заглянуть в его финансовые дела. Это, напоминаю, семизвенный цикл. Это такой шаг вперед от Джубляра и Маркса. Существенно напомню то, что этот кризис начался не на букве G, не в самый пик, так сказать, с ликвидик раньше и прочими мерзностями, как было предыдущие 150 с лишним лет. А из-за того, что это был административный запрет, так сказать, на определенные виды предложения, определенные виды деятельности, связанные с медициной, состоянием угрозы здоровья человечества, то это единственное, что есть светлое во всей этой истории 2020 года, что кризис начался не вот с G, это медицинский, а вот с F. Как я тут у меня был стол в Тбилиси. Единственное, чем я мог сказать утешительного, это что хорошо, что он начался зимой, потому что если бы начался летом, если бы пандемия началась летом, то все средиземноморское побережье, от Гибралтара-Лазурного побережья до Трабзона и Батуви лежало бы больное. Так вот, это важно, потому что мы не прошли, забегая вперед один-два дня после паники 8 марта нефтяной, когда пытались поднять ликвидность, текстов ликвидность, что-то вроде ликвидика раньше было, но очень короткое. Пандемия, как она нас пришла, один из основных ее свойств, это то, что она ударила, и вот эти закрытия, они ударили по нескольким видам бизнеса, стадиям в цепочке развертывания кризиса, которые обычно происходят последовательно. Вот сначала ликвидите кранч, одновременно начинается банкротство, там в конце подъема, в начале кризиса, одновременно там даже, как посчитали, тут была статья европейская, там самоубийство начинает за три месяца до кризиса в Европе, еще что-то, еще что-то, и потом когда-то доходит до транспорта, когда-то доходит до discretionary consumption, так называемого, и потом в капитолаже. И здесь происходит практически все сразу, и мы говорили в прошлый раз, что пандемия такой great liver, но только сейчас меняется логика поведения всех, потому что главное сейчас выжить. Это принципиальный момент, который был у меня в прошлый раз, я напомню, и в какой-то степени, я скажу это сразу сегодня, потому что все попытки помочь с помощью каких-то денег, вопрос, куда они отправляются и на что. Если бы это был обычный кризис, то заливание его деньгами, оно было понятно, что просто всем, у кого не хватает там ликвидности, дают дешевый кредит, центральные банки, если там выкупают, как сейчас это начинается в массовом порядке облигаций, то, что раньше было, называлось смягчением, и так далее. Сейчас вопрос заключается в том, если вы даете кому-то деньги, которые он не может достратить по тем или иным причинам, но никак не может, вы ему даете, ну, условно, деньги, вот там я покажу, американский tax rebate, как расправляется, там самое вытешение всем популистам, напомню, кто не видел этой замечательной таблицы, что 1% богатейшего американского населения, у которых средняя, это один самый сотый процент, тот, у которого средний доход 2 миллиона с хвостиком долларов, получает ребеть в 30 долларов, то есть на ресторан не хватит. Но это разумно, кстати. Напомню, как выглядело перед кризисом. Опять же, это важно, потому что, если мы будем переходить рано или поздно, тут 17, не существенно, 18-19 примерно так же выглядит. Принципиально важно то, что тут американские, значит, и другие развитые, а на следующем слайде будет Китай и другие развивающиеся. существенно то, что не было большого перегрева капиталомложений, в конце, не было вот этого классического горба, какой был, кстати, в 2006, ну, скорее, в 2007-2008 году. Вот как выглядит для развивающихся. Ну, Китай немножко замедляется и, в частности, чуть-чуть снизил норму накопления, хотя все равно она разбалансированная. Китай в одиночку накопляет больше, чем полчеловечества. Вот. А остальной мир, так сказать, плоскенько стоит. Поэтому это важный момент, который я использовал на тех лекциях, на них не было, чтобы объяснить, что человечество точно ничего не пытается сделать с собой позитивного, в смысле климата или там решения каких-то проблем, потому что если бы она что-то с собой делала, и хотя бы у нее был большой подъем, у него выросла бы норма накопления. Она не выросла. Вот с чего мы входим в кризис. Напомню, что была сверхреакция регуляторов после кризиса 2009 года. Они зажали правила предоставления кредита, нет экспансии кредита. Это вот то, почему как бы несколько лучше, что мы в это попали. Ужесточение норм регулирования, норм накопления. Сменились ведущие компании на биржах в составе пенсионных фондов. И на самом деле обычно кризис является механизмом, при котором перегоняют инвесторов с области. На самом деле побежали заранее. Если смотреть структуру Нью-Йоркской биржи, то доля энергетиков была уже достаточно умеренная перед этим спадом. А единственное, что устойчиво держалось в последние годы, вверх шло, это компания по обслужению людей. Кредитная экспансия образовала какие-то пузыри, но долго писали, что все равно долгов в мире много. Напомню, что долг принципиально важен еще при высоком проценте. Потому что обслуживание долга давит на текущие расходы. Если у вас, как в США, за 100% ВВП долг, но при ставках 2% по долгосрочным облигациям, обслуживание этого долга 2% у Рейгана, при 60% долгах было 4% обслуживание в Рейгане. Это совершенно другая ситуация. Ликвидитик раньше как спусковой крючок, так сказать, кризис он был, но, повторяю, он был во время паники в марте. Это тогда, когда забегает вперед. Уже сейчас датировка входа в кризис и разрушение каких-то финансовых проблем, она уже начинает появляться. Я вообще предлагаю считать это паникой 8 марта. и шоком 8 марта, поскольку это было воскресенье, а нефтяная сделка сорвалась в пятницу 6-го, в 9-го падали акции. Теперь что дальше происходит? Рост нормы сбережений принудительный на уровне 7-и идет сразу, но часть из них при этом теряет свои доходы, в том числе частично малый и средний бизнес, это понятно, и частично рантье, которые может быть не столько еще успели что-то потерять, но они уже видят падение акции, они уже понимают, что они бедеют. То есть эффект падения стойкости индивидуального богатства, он уже срабатывает как остановка трат, ну и плюс запрет на трату. встроенные начинают срабатывать обычно значит срабатывать margin cost и пока но пока этого обвала не видно и все центральные банки, которые вели такое сложное поведение, дебатировали, тратили там годы на какие-то минимальные изменения, сейчас просто скинули ставки и заливают значит этой самой дешевой ликвидности ну что это всегда приятно когда тебе дают дешевые деньги но это не значит что это автоматически поможет потому что надо смотреть опять вернемся к вопросу куда заливать снижение гроз cash flow на уровне компании ну мы как бы это понимаем что в малых что в средних что происходит при падении гроз cash flow что там сидит в гроз cash flow там сидит если формант там сидит прибыли общая валовая прибыль амортизация из-за общей прибыли теоретически идут налоги и налоги и эти самые дивиденды там все вот эти вещи значит это все падает и начинается экономия идет вторичное падение зарплаты найма помещений материалов издержки снижаются дальше как мы знаем в больших случаях начинается страдать всякие социальные расходы и инвестиции вот я хотел обратить внимание что у вас и у меня тоже нету пока практически никаких данных по сокровищению капитовложения в мире то есть они конечно есть но по первому кварталу есть только ВВП это некий обобщенный показатель как-то его там оценили но инвестиции всегда падали много глубже ВВП а про них пока ничего неизвестно ну дефициты долги развивающихся и Бреттон-Вудс льет деньги напомню как выглядели графики это АМФ графики 14 апреля ну вообще сегодня только 6 мая с точки зрения нынешней жизни 14 апреля да это какой-то другой сезон это была там какая-то зима мрачная сейчас у нас понимаешь дождь идет тепло и сыро а с другой стороны в нормальном кризисе 3 недели это вообще ничего здесь уже мы видим огромную разницу в частности я не буду сегодня про нефть она как-то там немножко подровнялась но важно что вот вот эти все перевалы это вот это уже деньги вот тут мы дошли только мы дошли просто в силу специфики изложения до суверенных спредов и на и практически вот эти вот эти шокки марта-апреля марта-апреля практически удар двухмесячный это и передает передает финансовый кризис на финансовые рынки и в развивающие страны и обратите внимание на те самые главное что это переходит и на суверенные банки одно дело будут выкупать какие-то свои будут значит будут выкупать у каких-то своих центральные банки другое дело кто будет покупать бонз развивающих стран кто будет покупать аргентинские я имею ввиду в мире финансовые рынки вряд ли бросится покупать турецкие аргентинские бразильские тоже не знаю бумаги комоди типа в райисе это классическое падение комоди дисайени комоди комоди дисайна обычно идет с взлета перед кризисом что значит классический конец подъема кризис это как выглядит комоди дисайна в классическом цикле совсем просто перед кризисом взлетают цены на труд, на сырье, на энергию в наши времена. Все это удорожается. Предпринимателям выскакивают наверх издержки, сокращаются прибыли. И в этот момент выясняется, что у них долги, и еще ставки начинают повышаться. А платить нечем. И они начинают там, кто банкротится, кто бегает за деньгами, ликвидитик раньше, всем плохо. Здесь же все это посыпалось, обратив внимание, с плоского. В силу того, что исчез спрос, исчез спрос на рынок, и это посыпалось. Но одна из идей этой лекции и прошлых моих, ну сейчас я просто, может быть, надо вообще слайд это написать. Я уже написал, что это ударило сразу по нескольким пунктам. То есть, по идее, не по цепочке идет вот это сокращение спроса и переход на капиталложение финансов. Одновременно, в какой-то степени. А во-вторых, принципиальный момент, что, понимаете, триггер, триггер, так сказать, который запускает кризис, вот там, моргиджи и банкротство Лемон Браверс в прошлый раз, или вот эта штука, они-то, конечно, разные. Кризисы, конечно, разные. Но раз запустил, как только этот триггер, дальше-то он работает, начинает естественным порядком, потому что спрос упал, деньги перестали, прибыли перестали приходить, ходить, значит, запускается стандартный процесс. Это в какой-то степени, к сожалению, похоже на запуск ряда болезней при коронаверсии. Он-то бьет, а запускает еще и другие. Это, значит, мы дошли до длинной истории. Значит, посмотрите, как выглядит кризис на квартальном уровне. Я специально обрезал здесь, потому что сейчас будет первый квартал 2020 года. Посмотрите, как выглядит кризис 2009 года. Значит, триггер был в сентябре. Это конец третьего квартала. Значит, все сыплется вниз. Вот триггер, ну, я пальцем не покажу. Значит, ну, грубо говоря, предкризисный максимум на квартальном уровне в прошлый раз, это где-то в районе второго квартала восьмого года, в США чуть раньше. Но, в принципе, если отсчитывать кризис, то предкризисный пункт нормальный, это второй квартал восьмого года. Падает, падает для США на минус, ну, почти 9, почти 9 на квартальном же уровне, а потом как-то начинает выравниваться. Это был корот. Если вы хотите посмотреть, мы сейчас обращаем у нас будет ВИ-кризис или не ВИ-кризис, то есть это как бы виктори через ВИ. Значит, Великая депрессия, Великая депрессия была даже не W, она была triple U. Было три падения. Значит, банки рухнули в 31-м, по-моему, уже на 3-м или 4-м заходе. То есть было с промежутки в 3, 5, 6 месяцев еще падение произошло, еще падение, тогда по промышленности мерили. Но вот забывайте, вот так выглядит ВИ-кризис. Вот шансы на него у нас довольно малые. Забегая вперед, встать, продам еще две недели. Права собственности конечно не выдержат, но все равно забавно. Хочется, хочется самому сказать. Я думаю, что я нарисовал такую в статье штучку, это заглавная L английская, то есть вот такой кризис. А в конце повесил маленькое J, то есть LJ. То есть плоское и небольшое рот. Поэтому я не вижу, честно говоря, вот сходу сейчас на картине V, потому что мы свалились к первому кварталу, не за два квартала на минус, мы свалились вот таким образом. Ну здесь немножко другой набор стран, но в принципе вот это первое, что почему я тянул вот с этой лекции до мая и со статьей удалось буквально на уровне правых версток вставить этот график в статью. То есть вот она выйдет в ежемесячном журнале, но она выйдет с актуальностью в неделю. Вот так выглядит. Вот давайте вернемся на секундочку. Здесь все-таки не так круто. Причем учтите, что вот первый квартал в Кавказе вообще не было никаких пока проблем. Ну где-то там в Китае, в Ухане были какие-то проблемы со здоровьем, никто же не реагировал. Китайские каникулы начинались по-моему до конца где-то вторая половина двадцатых чисел января, и вот из них они не вышли. То есть запуск мировой, если мы смотрим, как запускалось мировое предложение, это было продление китайских каникул. Карантин-то как начинался? Там было две недели, это продлется. Вот за эти каникулы через Ухань проехало пять миллионов человек и развезли до настоящего закрытия и развезли по Китаю и дальше. Всякую заразу. И мы это говорили один раз, но это было как-то в конце, в вопросах. Я просто напомню, что кто-то стал говорить, что ВОЗ приказал закрыться. Или там что-то. На самом деле Китай закрылся, и все посмотрели, ну если Китай закрывается, тут ВОЗ говорит, надо закрываться. Один ВОЗ не закрыл бы остальные мир, никто бы не решился. Это был такой пример. Так вот, мы здесь закрываемся. дальше смотрим. Это у нас Италия и Испания. Привыкли к этим композитом PMIs. Это такой показатель, который стал одно время был экзотическим, никто не очень понимает, что бы это означало сначала. В декабре IMF делал доклад у нас в вышке, и они уже это показывали. Но они показывали это вот, как оно есть вот без этого посреднего отростка вниз. Это практически, напомню, индекс, который собирается путем опросов тех менеджеров на предприятиях стран и мира, которые закупают материалы для работы своих предприятий на следующий период. То есть это единственные люди в мире. Это не большие банкиры. Смотрите, мы только что смотрели V-crisis, и мы смотрели, и мы видим PM, который был, это падение 20 пунктов, если считать от пика от 60 на 30, 30 пунктов. Мы сейчас имеем падение в 40 пунктов на опросах менеджеров компаний, которые закупают. Все, вопрос, так сказать, с глубиной кризиса понятен, можно идти дальше. Следующий. Ну, это известный всем уже, так сказать, прогноз, я не буду на нем останавливаться, это IMF-прогноз от апреля, который, вообще говоря, формально никто не отменял. здесь любопытны две вещи. Во-первых, основание на пандемию, про пандемию мы говорили в прошлый раз, или еще будем говорить, когда будет что-то проясняться как фактор. Здесь важно то, что сделка, те данные по доллару, которые здесь показаны, это скрытая проговорка, а что же сидит под сделкой, что сидит в головах у тех, кто говорили IMF, что следует из сделки. И напомню, что 35, сакраментальные 35 долларов, это примерно уровень выживания сланцевой промышленности, ну, как говорят, как говорится, она может, ну, в самом деле, в какой-то ее части. И, с другой стороны, это такая более-менее выживание, выживание финансов в Саудской Аравии и России. Следующим, вот это финансовые рынки. Обратите внимание, что есть две совершенно разные вещи, так сказать, в этих графиках. Обычно, когда говорят инвесторы, они говорят, вот выросло, стабилизировалось на каком-то уровне, вот там колеблется, что сначала был овершутинг, вот грохнулось вниз, а потом чуть приподнялось и так далее. Ну, конечно, да, но финансовые рынки работают в виде индикатора и в виде шока. Значит, вот как шок они сработали на том уровне, на котором они упали сразу в марте. То, что они потом вернулись, ну, строго это то, как корректируется, что сообщают таких случаев газеты. 100 самых богатых людей в мире за один день потеряли 100 миллиардов долларов. Они этого не заметили, кстати, это заметила только пресса, потому что это где-то написано в каких-то, если умножать какие-то бумаги на какие-то индексы. То, что стабилизировались цены где-то в этом уровне, это практически вера финансовых рынков в то, что человечество разумно и не собирается совершить самоубийство немедленное. Ну, и не более. Ну, во-первых, это спорное утверждение, потому что одно дело быстрое самоубийство, другое дело медленное, но, по крайней мере, это свидетельство о том, что человечество не собирается совершить быстрое самоубийство. И они, значит, немножко откатились назад. Ну, кроме того, спекулянты зарабатывают, как вы знаете, в обе стороны, и грех было бы на их месте не заработать дважды. Сначала на падение, потом что-то скупить, потом приподнялось. То есть, строго говоря, вот этот отскок вверх, это, возможно, скупка теми людьми, у которых есть деньги в этот момент. Ну, так же, как я когда-то показывал в позапрошлой лекции, что в Китае начали покупать недвижимость в апреле месяце. Ну, вернее, падение сначала в феврале было большое, в марте, а потом поднялась покупка недвижимости, что, по-моему, говорит просто о том, что в Китае умные люди с деньгами подешевевшую недвижимость скупили. Так, что-то в этом вроде здесь. Следующий. Это напоминание о том, что не было ликвидитик раньше, не было взлета встаток. Все вот эти колебания были в пределах очень малых процентов, и вот то, что ставки ушли на такие уровни, так сказать, где-то в ноль, а для стран, у которых есть какая-то инфляция, вы ищите из номинальных ставок инфляцию, там тоже будет еще на 3-4 пункта вниз, то есть мир перешел к работе совершенно, я бы сказал, деньги даром, бесплатно, безвозмездный кредит, да, ну хорошо, что еще назад не приплачивает. вот эта трансформация ставок процента с точки зрения кризиса, она совершенно мгновенна. Алло, слышно меня? Алло, слышно меня? Да, слышно. Любой, но слышно. Эта часть понятна, пойдем дальше. Это то, что мы знаем, видите, тут уже это апрельские данные. Значит, по-прежнему, ну, какие-то перелеты где-то в Азии, вроде бы, там где-то сохраняются, я не очень понимаю по цвету сейчас на компьютере, но вроде бы это внутри Asia-Pacific, там что-то еще летает, там минус 85, там минус 90, все остальное мир не летает, соответственно, напомню, это минус 5-6 миллионов баррелей авиационного керосина в день. Трафик апрель, конец апреля, сейчас мало что-то пока меняется, в Юстоне на Западе чуть получше, в Среднеамериканской 50, в Нью-Йорк 30. Дальше. Газолин в США, вот вам падение этого спроса, где-то с 9,5 на 5,5 минус 4 в день, просто сразу, и discretionary consumption. То, что мы в прошлом, я повторяю эти слайды, наверное, они были в прошлый раз, потому что принципиально важно вот это выключение всего discretionary consumption. Дальше. Вот это обещанное разлить, теперь мы потихонечку переходим к тому, как реагировать на этот мир. Эта бумага 25 марта, по-моему, это закон, по-моему, это окончательная бумага. И обратить внимание на некоторый, несколько мизерный доход первого квинтеля в США, это только те, кто платит налоги. Там, понятно, сюда не попали все, кто не платит. 14,4 в год, это 1200 в месяц. Причем это номинальный доход, это до выплаты налогов. Поэтому, конечно, если дать людям 1530 долларов, на самом деле, думаю, что по отношению к располагаемому доходу это больше, чем 10,6. Соответственно, это больше, чем 4,9 или 5, или 3,3 по 60 процентам населения. Ну, я бы сказал, 94-й квинтель проговорился, что у него в среднем 90 тысяч. Ну, там я брекетс убрал, потому что тогда иначе тебя парализуют и начинаешь рассматривать там брекетс. Но в среднем тоже понятно. Строго говоря, 90 тысяч долларов во всем остальном мире это, ну, как правило, это 10-й богатый дециль. Ну, а тут это 4-й квинтель. Ну, им тоже дают 2100. Это, кстати, максимальный выплат в абсолютном размере с тем, чтобы они на эти деньги можно 30 раз ходить в ресторан. Если так, умеют. Ну, так это недорого. Ну, или 20, если дорого. Вот. Ну, это диск, то есть, им дают деньги на дискришн, или консампшн. строго говоря, я уже, значит, дискришн и консампшн отрублен. Если у вас, если у 4-го квинтеля нет безумных каких-то долгов, ну, какие долги в таких случаях платили. Были тексты репей 2007-2008 году по 500 долларов весной. Два года пыталась администрация перед выборами Обама поддержать население, там, через это особо не вышло, самые разумные люди выплачивали долги по кредитным карточкам, где очень большие проценты. И здесь всяк, кто найдет себя в США вот в этой категории, ну, вот это его деньги. Ну, дальше нарастает социальная нерависть, прям в соответствии со всеми, так сказать, теориями, и вот 30 долларов, конечно, на 2 миллиона, это, конечно, шикарный такой знак. В общем, в этом есть некая социальная справедливость, хотя, глядя со стороны аутсайдеров, у которых, там, грубо говоря, ВВП на душ в кэше, там, раз-два меньше, не в ФПСе, а не в паридетах, а так, то возникает вопрос, надо ли помогать людям, у которых 90 тысяч в году доход. Ну, если деньги есть, так сказать, то вот справедливость выглядит таким образом. Учтите, что это двухпартийное было решение, поэтому тем самым мы понимаем, что каждая из партий в Конгрессе в него поддерживал своих. Ну, на здоровье. Мы не вмешиваемся. Мы не вмешиваемся. Следующий. Здесь существенный момент, учитывая, что мы остаемся посреди рецессии и пандемии, это американские расчеты, это на девятый год. вряд ли там что-то изменилось в задействии, это радикально. Вот, видя предыдущий слайд, мы легко транспонируем, или, как это называется, ну, приводим в некоторое соответствие падение налогов, значит, распределение доходов и налогов и то, как это связано с расходами на здравоохранение. Пойдем дальше, а то мы потеряли все-таки время на переключение. Это американский старый дефицит, бог с ним, дефицит будет больше, долги во всех развитых странах будут больше, при этих процентных ставках это не вызовет мгновенного роста дефицита, потому что дефицит вырастет за счет так называемого primary дефицита, то есть за счет дефицита по разнице между падающими налогами и растущими расходами. Содержание долга не вызовет дополнительной большой нагрузки, потому что ставки упали. Дальше. Это напоминание о структуре потребления по миру и что в развитых странах, грубо говоря, это обычно средний размер услуг где-то 55-60 в России 40. То есть высокая доля услуг значит высокая доля в развитых странах коммерческих услуг. Там, конечно, и государство будет здорово тоже что-то делает, но почему этот кризис сразу бьет по развитым странам, если по структуре ВВП, то вот сейчас мы хорошо видим Durables тоже продажи видимо остановились в потреблении. В принципе не все услуги, мы понимаем часть услуг растет, это медицина, информация, что-то там еще, но в принципе понятно, что почему такое большое падение ВВП наблюдается и во втором квартале те страны, которые еще не успели упасть в марте, потому что это Китай минус 7 в первом квартале за 2 месяца реального падения, а у остальных грубо говоря 1 марта. Вот сейчас то, что мы увидим сейчас пройдет апрель, вот второй квартал скорее всего в Китае будет на уровне 1, будет на уровне 1, может быть плюс-минус копейки, а вот ну скорее плюс-минус март, извините, февраль, март, январь, то есть там будет ниже, чем, то есть уровень ВВП второго квартала в Китае должен быть ниже первого, чем в первом квартале, потому что он будет ближе к февралю-марту, а не к январю. А в остальных странах тоже, но насколько это будет? Вот второй квартал, в котором мы, к сожалению, только еще середины не достигли, он, наверное, гарантированно будет ну или самый нижний, ну или если уж третий будет еще хуже, то как бы не знаю, потому что третий может быть хуже, если брать сезонку, глядя на эти, просто потому что в третьем квартале сидели еще отпуска, и если сезонка убирается, и смотрит, то там падение падение расходов летних будет больше. Дальше. Здесь вот, когда останавливается туризм, обратите внимание, закрытие границ все-таки, все-таки это там где-то вообще мы в январе, в Бразилии что-то там закрыло, в марте, Китай только в январе, а так это все-таки март, поэтому вот эти эффекты, вот это падение ВВП первого квартала, глядя на эту таблицу, понятно, что это вот этот кусочек. До этого это финансовые рынки, это сокращение перелетов, это было, то есть вот эти сжатия перелетов и сжатия ВВП, они шли вот в базисе, который в обычном кризисе берет, потом можно будет посмотреть и посчитать, если позволит какая-то статистика, там будет день на месяц, там, как война, говорят, за три года, какие три года, тут будет день на месяц. Следующий. А вот тут, как было сказано в таких случаях в известном фильме, вот тут с этого места поподробнее. Вроде бы такая совершенно невинная штуковина, квинтилевая, напомню, 20% населения по доходам. Это европейская, евростатовская статистика, стандартная. Но начнем с Великобритании, поскольку она ушла, это статистика 2015 года, но она, вы понимаете, достаточно устойчива, доля это в доходах квинтиля, доля расходов на рестораны, отели и всякую рекреацию, культуру. То есть, вот примерно, что запретили, тут и сидит. Тут, по идее, сидит и спорт, и музей. Ну, по идее, это все тут должно сидеть. Ну, во-первых, перепад между, социальный перепад понятен. Хотя есть страны, по-моему, у меня Греция есть, по-моему, тут и Португалия, где десятый, где пятый квинтиль, неожиданно тратит меньше, чем четвертый, вдоль от своих расходов. Но мы догадываемся, что греческая элита, видимо, сидит в Швейцарии или там на островах, и она либо не тратит, особенно, что у нее все свое, она не регистрирует расходов, у нее, возможно, это просто иначе оформлено. Либо она что-то прячет от налогов, либо это все происходит в Швейцарии. Ну, или где-то там за границей. Ну, с Португалией, возможно, то же самое. Но, если взять нормальные, так сказать, развитые страны, да, кстати, и в Испании. Если брать Швецию, Великобританию, ну, Швеция там не закрывалась, а в Великобритании закрылась. Посмотрите, Нидерланды, Германию, очень заметно. Поэтому, вот, концентрация закрытия, то, что я, этот слайд, я докопался, переделал его в более аккуратном виде, вот, концентрация социальная закрытых, закрытого потребления, она вот здесь, в четвертом тексте. И, соответственно, когда мы, в предыдущей лекции, моя идея была, состояла в том, чтобы показать, что неравномерность, социальное неравенство ведет к воблению кризиса, вот, за счет того, теперь моя идея, что если вы когда-нибудь захотите отвыть из рецессии, вам нужно, чтобы эти люди начали тратить. Дальше будет веселей. Следующий. Это донос на Китай, напомню, он у меня был в прошлый раз. Это степень сокращения. Посмотрите, мартовские налоги от промышленности на треть мартовских. И вот с этим связаны падения. Транспорт общепит 27, и культур развлечений меньше. Там была целая дебата в англоязычных источниках, почему меньше спортов и развлечений, возможно, играют на компьютерах. НДС, естественно, выше, но потребление меньше. То есть, где-то в районе вот этих 16% бюджета и социалка, естественно, не меняется. матюрити, матюрити муниципальных бандов в первом квартале подскочила до 15,8, а была, соответственно, 10 с копейками. Ставки там и были низкие. Ну, а для них они были высочи, считается, высокими, но они упали. Следующий. Вот, я обращаю внимание, что продажи собственности упали на праздниках, на Новый год, так сказать, все гуляют уже в купленных квартирах, а потом они стали подскакивать, в том числе вышли где-то на 75% от 2019 года, что, в общем, для кризиса достаточно удивительно, но думаю, что это правильное использование денег во время кризиса. В кино по-прежнему никто не ходит. Пошли дальше. Это как кризис перебрасывается в развивающиеся страны по деньгам. Это визитеры в развивающиеся страны, в Бразилию, в Мексику, в Индию и так далее. Это существенно очень деньги. Напомню, что в сильно небогатой Индии примерно 60% визитеров из англосаксонских стран, люди с деньгами, они приехали смотреть Индию, это существенный момент, помимо гастарбайтерских денег, которые я здесь не могу успеть отловить. Дальше. Это то же самое, это дорожные деньги, это, так сказать, дорожная активность. Видите, чуть-чуть зашевелилась получше у чехов и поляков, то есть они от конца марта, начало апреля все-таки вышли на 60%. Но здесь все время мы смотрим две новости. Одна динамика, ну да, тут позитивная динамика, 40 на 60. Молодцы. С другой стороны, Бразилия, Мексика, Турция как бы стоят, то есть вот эти 40%, что-то похожее примерно у нас, в городах у Китая там 70 метро 60%, внутренние самолеты, поезда 40%. вот эти выход на 60%, принципиально здесь момент состоит в том, что стабилизируется на уровне, который на порядок ниже любых других предыдущих колебаний, которые мы знаем. Просто на порядок. То есть стабилизируется сейчас в рамках вот этого второго квартала не на минус 3, всю осень говорили, вот будет кризис, будет 2% роста, это колоссально мировое ВВП. Вот сейчас 3, а будет 2, это вообще спад. Какой спад? Следующий. Теперь я вот выдаю вам страшную тайну, которая будет в статье. Видите, тут появляется LG. и я полностью не обсуждаю так сказать нулевую стадию. Здесь нет нулевой стадии, я не хочу в это ввязаться, потому что я занимаюсь, и в том числе обратите внимание, я совершенно не хочу переезжать на родную почву. Это сейчас точно не мое дело. Мне надо показать просто как это выглядит. смотрите, нулевая стадия, как у меня где-то написано и будет опубликовано. Это вот открытие парков для бегания на одиночек без мотора, может быть даже и кафе на улице. Это не проблема совершенно. Слава Богу, ждем, рады за какие-то там города в Техасе, за несколько кафе в Италии. Да замечательно, но это не имеет отношение к выходу из рецессии. Это некоторое имеет отношение к улучшению образа жизни. Это как бы неизбежно, но это нуль. Нулевая ставка, нулевая стадия. Первая стадия, когда появляется достаточно массовое открытие малых предприятий и по крайней мере значительно, то есть там должен быть показан доход, это должно подниматься снизу. По поводу чистых пятен, это некоторые изобретения как термин, я предполагаю, что будут объединяться с какими-то соседями, может быть, даже соседние страны или что-то. Уже появился 29 апреля New York Times публиковал предложение австралийцам новозеландцам организовать travel bubble. Но, правда, на картинке между какими-то северными территориями Австралии и Южными Новозеландии, правда, на картинке на обоих сторонах показывают бухты и горы. Там, в сути, в заповеднике ничего нет. Вторая стадия, самая интересная и самая трудная будет, это все-таки открытие достаточно массовых мест посещения хотя бы и какое-то открытие международного сообщения. Скорее всего, с сертификатами, проверками и так далее. Это еще потребует каком-то, как при терроризме начали ставить все машины, теперь будут ставить еще какие-то санитарные контролы. Вообще, вылет из страны будет занимать сутки в никаких-то местах. Это уже сейчас, в крайнем случае, так. Ну, третья стадия, понятная. Да, возможность, кстати, открытия сколько-нибудь массового, я думаю, что это не на третьей стадии даже. Кстати, по-моему, я поменял на этапы. Это, наверное, уже на втором. Для того, чтобы открылось международное сообщение, нужно дешевая, надежная и очень быстрая диагностика. потому что предположение, что человек посылает вместе с заказом билет сообщение, что он здоров. Во-первых, это кто-то должен подтвердить, во-вторых, это за три дня бессмысленно, потому что за два дня можно заболеть. Дальше. Вот это ключевой момент с точки зрения помощи. Вот, собственно, ради этого все затевалось. представим себе все-таки три уровня бедности. Бедность, средняя бедность и богатая бедность с точки зрения нынешнего образа жизни. Все мы как бы отчасти в тюрьме, но все-таки. Значит, конечно, если мы говорим о вливании средств на поддержание спроса, то есть на выдачу нуждающимся каких-то средств для существования, финансовых для средств существования, то это относится только к бедам. И по-настоящему бедам, возможно, даже в каком-то отраслевом плане, там, гастарбайтеры, то есть, честно говоря, это в военное время же решалось с помощью всяких пайков. Ну, мы, слава богу, от этого пока далеко, я надеюсь, до этого не дойдет. Но, ну, есть же в мире там, каких-то полмиллиарда, говорят, сейчас может вернуться в бедность, которых оттуда вытащили еще во время программы цели устойчивого развития, не цели устойчивого, а цели тысячелетия, первые, 15-му году. Там какие-то пошли примеры, очень интересные, про фабрики в Бангладеш, где люди вылезли из бедности, из абсолютной бедности на зарплату в 30 долларов в месяц. Они вышли из бедности за 30 долларов в месяц, зарабатывают на пошиве рубашек, за которые приличные деньги берут на конечном рынке. Вот. Вот, то есть, я бы сказал, что, если особенно это будет несколько затягиваться, то проблема поддержания неимущих, так сказать, это проблема, ну, как по-научному, саксистов. Средние слоя общества, даже совсем не богатые, но которые более-менее с жильем, с какими-то, так сказать, возможностями, там происходит, как выясняется, это всегда было, конечно, радикальное снижение потребления. Причем, происходит три типа снижения потребления, насколько я понимаю. Одно классическое, defensive consumption, когда люди, испугавшись кризиса, снижают свое потребление больше, чем у них снизился доход. Там есть, у меня была статья про наш первый квартал девятого года, в девятом году уже она была опубликована, но это по миру нормально, и вот там, где возникают небольшие такие снабережения от сократившегося дохода. Второе, это вот то, что сейчас просто запретили, ты как бы и рад, и не потратишь. В-третьих, это сейчас все люди умные, все начинают перестраиваться. Вот эта перестройка потребления массового, не сильно богатого, не десятого децеля, или там американские пятого квинтеля, или десятого децеля в семье, а вот эта середина, большая, основная масса потребителей, она начинает приглядывать, она не знает прежде всего, как долго. Поэтому третий тип сжатия потребления, перестройки потребления, которые должны изучать сейчас уже не столько даже наши студенты, сидевшие в консалтингах, в различных банках, это уже к психологам, как перестраиваться потребление с точки зрения в длинную, потому что люди не знают не только вот пункт первый, насколько они безработные, насколько они сократят зарплата, но они вообще не очень понимают, когда, что с этим будет, и на всякий случай к этому приспосабливаются. Это хорошо с точки зрения выживания в условиях пандемии, это очень такая тяжелая будет вещь с точки зрения, как убедить людей. Мы несколько лет мучились с тем, чтобы убедить людей, что рецессия прошла, надо покупать, но это больше относится к богатству. Средний малый бизнес, если он сидит в районе, на который приходится вот такая огромная доля занятости в этих отраслях, и вот такая доля в услугах, и такая доля у этих, и такая доля у квинтелей, то есть в голове приходится делать какую-то такую шестимерную модель, чтобы представить себе, кто на самом деле пострадал, вот так вычленять ее. Но значит, они под ударом, конечно, за счет постоянных поддержей. Как только у вас нет текущего дохода, основное, что убивает малый бизнес, да и собственно делик людей, это те постоянные расходы, которые вы не можете сократить. Отсюда проблема аренды, арендной платы за помещение, это долги, ну естественно долги, еще у кого долги, во вреде стран малый бизнес, весь сидит, так сказать, на обороте через кредит. И, ну я не трону себе представить, что там еще, но главное, что это, что это не налоги, это не расходы. Отсюда появилось, и тоже, ну мы транспонируем это на большие, отсюда уже появилось, вообще говоря, замечательное выражение стиглица, о супер, супер chapter 11. Напомню, для неамериканистов, что chapter 11 это статья о банкротстве американских корпораций, при которых она, когда объявляет себя банкротстве, она не знает, что она закрывается с бизнесом, она перестает платить налоги, проценты, что-то там еще, в общем, все эти, все вот такие рентные платежи, процентные платежи, по долгам и налогам. То есть образуется пауза в уплате тех средств, которые вычитаются из прибыли и дается какое-то время на восстановление и так далее. Вот супер chapter 11 мы можем увидеть это что-то в тех или иных странах, когда государство вынуждено будет принимать какие-то законы на паралич выплат похожий на chapter 11, чтобы дать вдохнуть и пересидеть кризис. Но главное, что мне хотелось сказать, что применительно к бизнесу, когда я говорю предложение, если под предложением, я разумею сами активы, то есть это материальные активы, которые стоят, что-то ржавеет, что-то не ржавеет, там люди закрывали все эти сознательно, там пока ничего не ржавеет, но это квалифицированный персонал в услугах и вообще это человеческий китал, гидро-человеческий китал. Основная задача, конечно, уже сейчас по миру, это при падении производства сохранить работоспособный актив. Именно в самом таком широком институциональном смысле слова, потому что может ли, вот хорошо, завтра сняли, кто откроется, кто может открыться и при каком спросе, потому что это будет уже, обычно это все быстро происходит, как мы знаем, при рыночной экономике, появляется предложение, появляется спрос. Следующий. Дальше, вот это новый источник, которого не было, это ЦБ, у них есть бюллетень, я сейчас быстро покажу несколько слайдов, вот это туризм, обратите внимание, красная черта, это по сравнению с 16-19 годом, это их, это деньги, входной, среднедневной, еженедельный, среднедневной, еженедельный входящий поток платежей, то есть то, что зарабатывает сейчас туризм, то есть он свалился с уровня там 4 уедут, я сейчас не вижу размерности, он свалился на размерность 0,5 и справа видно, как это раскладывается по, но разглядывать дизайны у нас некогда, их несколько, дайте следующий. Значит, вот это временное проживание отели, понятно, что они свалились видите, там последний пик это Новый год, в Новый год было удвоение от какого-то нормального уровня, сейчас это свалилось, предоставление продуктов питания напитков, это я так понимаю китеринг, общепит по-народному, он тоже после последний пик относился к 6-8 марта, когда все наелись немножко набрались какой-то болезни, вот, нижний пик был, посмотрите, в апреле, потом как-то это колеблется, но в принципе это идет намного ниже, следующий. Видео, производство, так сказать, и прочее, но видите, тут что интересно, ну там какое-то мини-оживление, но это мини-оживление на 1 мая, исторически, обратить внимание, когда люди в начале мая потребляют видеопродукцию, сейчас и там, конечно, сейчас приходится потреблять лекции, но что делать, всегда, как говорится, обращайтесь. То же самое с творческой деятельностью, которая тоже, она, видите, локализована где-то в пик 10 апреля, видимо, готовится творческий к 1-9 мая. Следующий. Телекоммуникации. Телекоммуникации, естественно, демонстрируют некоторые колебания, но держатся в рамках традиций. Телекоммуникации, кроме того, что они прерываются и не дают возможности мне самому показывать игрушки, вот они. Дальше. Да, лекарства. Верните, Жанин. Нет, но лекарства, да. Вот, посмотрите, мы здесь видим, скачок по лекарствам начался в конце января с перепугу, видимо, ну, потом с какими-то перерывами и практически удваивается. Если просто посмотреть разницу между верхними и нижними, удваивается по сравнению с прошлыми годами. Там тоже где-то в районе 8 марта все покупают от головной боли, а теперь нет. как покупали, так и продолжают покупать. Дальше. Пищевые продукты. Ну, тут более-менее все нормально, где-то в пределах, хотя тут, наверное, какие-то колебания там где-то с закупками. Там видно в конце марта массовые закупки, которые потом чуть-чуть рассосались. Сейчас начало мая здесь повторяю, данные, которые вышли перед маем, соответственно, они не захватывают май. На май вот этот пик, конечно, должен быть. С недвижимым имуществом все это легло. Причем, так, заметно легло, раза в два. Видимо, какая-то инерция есть, но, в принципе, выжидают, возможно, упадет, не упадет цены. У людей есть деньги, они будут что-то покупать и во время пандемии. Дальше. Кто как использует сбережения, это целая история. Здесь просто списком я писал не столько даже для сегодняшней профессиональной аудитории, сколько для себя, чтобы как-то иметь полную более картину, потому что я еще буду заказывать, на эту тему заказывать курсовые в сентябре. Сейчас я целый день читаю курсовые, а там дипломат будут. И вот будет очень интересно, но что мы точно понимаем, это что вот долги аренда коррупции это то, чего малый и средний бизнес сейчас пытается избавиться, не знаю, как там может это сделать, особенно от третьего. Под коррупцией я не имею в виду какую-то государственную коррупцию, под коррупцией я имею в виду скрытых собственников каких-то или стейкхолдеров, которые оттаскивают частично чистый доход. Ну, то есть какие-то люди, которые возможно контролируют этот бизнес и вытаскивают из него деньги. Если они не являются сами операторами и не понимают, что происходит, они могут наставить на платежах, на дивидендах. большие фирмы проходят... Ну, обычно, вы знаете, в порядке... Сейчас, одну секунду, одну секунду. Я веду лекцию, я не могу говорить. Через час. Я веду лекцию, не могу говорить. Значит, здесь были случаи знаменитые в Америке в начале 2000-х годов, в эпоху кризиса дот-комов, когда перед каким-то кризисом менеджеры успевали сбыть свои акции или выплатить все дивиденды перед тем, как все накроется. Ну, а потом, получается, как будто они понимают, что будет происходить, они успевают немножко себе взять. Ну, это из области человеческой натуры. Сейчас нам не до них. Следующий. Это объемы стимулирующего воздействия в странах оценка. это из бюллетеня Гайдаровского института от середины апреля. Это уже это то, что успело проскочить. Здесь что хорошо? Здесь то, что какая-то есть раскладка и здесь есть сравнить. Я держу этот слайд больше для того, чтобы в дальнейшем как-то сравнивать масштабы. судя по тому, это, как говорится, не мои расчеты. Вот они откуда-то взяли. Молодцы. Этот бюллетень неизвестен хоть по городу в середине числа 10 апреля, по-моему, было уже. Вот. Вот это по крайней мере важно для того, что мы могли сравнить с 2008 годом. дальше. Здесь идут три слайда с тем, что, собственно, сейчас в мире. Я их сделал таким образом. Количество заболеваний на 30 апреля, потом на миллион. Сейчас, вы понимаете, цифры поменялись уже за неделю очень неприятно. Введение карантинных мир, антикризисный мир с тем, как это делается. С тем, как это делается. Объем поддержки. Объем поддержки. И дефицит бюджета для справочной. Вот. Это практически моментальный портрет и, так сказать, такой судорожной реакции политической элиты на происходящее событие в каком-то, так сказать, измерителе и плюс к этому еще обратите внимание, что в общем, на мой взгляд, все, что делает правительство, в принципе, лежат в рамках логики поможем уязвимым и поддержим предприятия по долгам. Пособия по безработице, кредиты, гранты, малосредние предприниматели, малосредние предприниматели, больничные листы уязвимые. Германия, Голландия, выплату средней субсидирование вверх. Следующий. Франция, Испания, Италия. Тут я объединил самых пострадавших. Здесь у них очень похожая картина по бюджетам, похожая вообще по всему. Значит, объяснить, что важно, что мировые элиты, на мой взгляд, ведут себя разомка, но в зависимости из того, что у них в карманах. Италия, какие-то меры по самозанимости, соответственно, размеры ВВП, которым это нужно в России, максимум процентов у США, сейчас в полуги, пять у Франции, Испания, Италия на Криво-Фобода. Следующий. Бразилия, Россия, Китай. Но Бразилия, извиня, у нас как-то в районе двух это для нас порядочно. Китай там тоже не так много, но это старые, по-моему, данные. Бразилия объявляет очень много, но не очень понятно, как это сделать, потому что еще это кресты, тот счет. Дальше. Международно, мы практически почти посмотрим какой-то конец. Но это не тема сегодняшней лекции, я просто сюда тоже, я думаю, что мы до этого завернемся чуть позже, что мы знаем, что основная проблема будет дилемма «свои, чужие, бедные». И то, что те проценты ВВП, которые мы видим, это свои, бедные, это свои, бедные. Чужие, бедные, будет проблема вот с теми, кто вышел из нищеты в предыдущие десятилетия 21-го года, вот это будет проблема для он, для период развития, потому что там огромный возможно шаг назад, будут проблемы у туристов бизнеса, и малые страны, которые называются двумоно-города, а там называются банки «ностранные». Следующий слайд. У нас 45-й. Но это просто напоминание тоже из прошлой, как устроены государственные, и все дебаты на самом деле о государственном и частном здравоохранении, они на самом несколько меркнут перед расчетами нового банка, что в странах с высоким доходом, которые, как мы знаем, совершенно случайно являются противными рыночками, у них высокая доля государства все-таки в этом деле, ну и так далее, практически по выбыванию. И в этом смысле Алло? Да-да-да, вас слышно. Да. В этом смысле это не дебаты, потребуют, это уже с размышлением о том, куда потом будет выходить, по крайней мере, здравоохранение, и как, и что делать в целье устойчивого развития номер 3. Но это как-то совершенно другая проблема, я просто показывал, что все, что сейчас уже происходит, вот буквально в неделях и днях, это реальное финансное решение колоссальной длительностью, и вопрос о том, достаточны 2% ВВП или нужно 5, это не вопрос поддержания нормальной жизни людей в условиях такого кризиса пандемии, потому что на мой взгляд этот вопрос просто не стоит, человечество должно выжить, страны должны выжить как комплексы, и вы должны вытащить свои активы, поэтому цель действий элит в данный момент это обеспечит устойчивость активов и их способность потом выйти в нормальную нормальную работу когда позволят медицинские условия а дальше уже разбираться в том чего следующий мы знаем пару вещей что джитвейки обещал не снижать двустороннюю помощь развитию вот такое заявление было в восьмом девятом году есть статья с анализом что действительно не снижили но мы понимаем что когда увеличивается знаменатель проблемы то если числитель не меняется то вес этой помощи конечно резко падает думаю что основные проблемы крым обстрадов мы сейчас просто не возьмем это как можно газет сообщить где что улучшается по ним только можно судить реальная ситуация будет весна осень были лестницы у нас были лестницы Сергея Шаталова из Вашингтона по-моему он сказал что можно это проверяется должно висеть уже на ЭДЭС по-моему он сказал что быстрые деньги были предоставлены уже в десятках стран где-то в районе 5-6 миллиардов долларов то есть вот какие-то такие быстрые будут работать как центральный банк Европы обещает 4 лагарда 4 триллиона внутри Европы то есть вот в принципе сейчас весь мир того какой его финансовый резерв центральных банков правительства и международных это перестраивается вот по этой цепочке дать выжить бедом продержать бизнес в каком-то таком состоянии в котором он мог возобновить работу ну и последний слайд ну это уже вопрос о том что человечество должно будет глядя на ничьи события это так просто заявка на лучшее может пока когда немножко соберется материал пройдем просто по целям и случая развития как они вообще могут меняться но пока это все потому что мне хотелось говорить о больших проблемах цикла на языке циклической теории но при этом не выходить из материала который уже сейчас подняли не уходить вообще обобщение раньше чем накопились средства для их обсуждения у меня перебои как всегда час двадцать не и а и и Продолжение следует...